Ну что ж, и всем привет, с вами Мэйчсов Син, и сегодня в рубрике Смотры не более мы порассмотрим игру, которая называется Фрагментед. Как всегда, слепой смотр и ничего более. Я ничего не знаю об этой игре, поэтому посмотрим, что она из себя представляет. Так, играть онлайн это что у нас? 330, то есть сервера тут есть. Давайте, наверное, мы рассмотрим хост локально. Онлайн это хорошо, но хотя бы, блин, знать бы, что это за игра перед тобой для начала-то. Игра, я так понимаю, представляет из себя какую-то выживалку. Что-то более я о ней сказать не могу. То есть, как видите, какие-то монстры жуткие тут есть. Господи, мать твою, что за хер? Ой, блин, это эпик настройки, если что, ну ладно. Так, ну так назовем тебя, я думаю, по первому впечатлению. Так, стиль вообще пофиг, честно говоря. Размер чего? Ой, ёпта. То есть, либо Карлита, ладно, средним возьмем. Я, честно говоря, вообще без разницы, какой будет у нас персонаж, потому что мы просто смотрим игру. А нет, смотрите-ка, нормально так. Как только мы зашли, уже выглядит достаточно неплохо. В сравнении с тем, что изначально было. Понятно. Что я могу здесь делать? Вы собрали Камень, гипс. Да, я смотрю, вообще боец. А на кой мне хрен камень? Кто-нибудь, может мне сказать? Камень, кремень, гипсун и рутил, видимо, какой-то что ли. Интересно, есть ли здесь вообще хоть какое-то обучение? Палк, палк. Ну, в общем, прям Майнкрафт, мать его, за ногу. Только у нас хп не отбавляется. Херая, такой дуб расфигачить, обалдеть. И он просто упал. То есть мы сейчас просто побегаем, ребят, пособираем все, а потом я зайду в онлайн и посмотрю, что вообще можно сделать. Так, вы можете перетаскивать элементы между запасами, но это понятно. А ты мне можешь сказать, что мне можно сделать в меню крафта, Си, возможно, нет? Нет, Си это присесть. Так, давайте по клавишам пройдемся. И инвентарь, П, настройки. И... А вот рецептики, отлично. Допустим, хочу каменную кирку. Нужно волокно веточки. Палка, кремень, а каменный молот. Нет, а, подождите, нет. Почему каменный-то? Только ковать. Почему все каменное? Или я должен это все узнать, наверное, со временем. Хорошо. Каменный молот, это хорошо. Только вот мне, знаете, что не нравится? Мне не нравится то, что... Так, траву я собрать вот здесь? Может, волокно вкнуть? Нет? Так, Си, присесть. Ну, с приседом у него, конечно, беда какая-то. Причем, шутчайшая беда. Он резко падает на карты. Я даже не знаю, как здесь собирать, честно говоря. Он вроде как получает урон. Да, это, если что, естественно, ранний доступ. То есть, не думайте, что это уже готовый продукт. Видите, тут некоторые вещи вообще не собираются. Но, тем не менее, выглядит, я бы сказал, уже достаточно неплохо. Вон животинки первые, допустим. Так. Куст можно что-то? О, смотрите-ка, забавно сделано. Не то, чтобы я, наверное... Не то, чтобы мне это помогает. Я имею ввиду, крутиться по кругу. Но все может быть. Так, я получил какие-то повреждения. Палку я собрал. Свит стелк какой-то. Ну, перевод тут тоже, конечно же, страдает так. Зато мы поняли, откуда добывать волокно. Нет, вот это я точно не хочу убивать. Оно какое-то большое и страшное. Как собака. И не эпически быстрое. Значит, надо обходить багами. Допустим, через камень перепрыгивай и так далее. Ну, вообще, в идеале, конечно же, нам... Ой, так я от труп уже. Я аж уже труп. У меня уже сердца нету. Да. Ну, зато я понял, где у меня можно собрать... Волокно. Чтобы сделать молд или кирку какую-нибудь. Говорю, мне непонятно, почему хрп не добавляется при этом. Я все-таки кулаком бью камень. Я что, дебил? А, ровия 96, наверное, все-таки это и есть здоровье, да? О, блин, вот эта подсказка, конечно... Ну, просто кошмар. По-моему, я нашел бесконечный камень. Да, ровия. Иди в займись. А что, одна и та же подсказка? Не показывать. Ясно. Ровия у нас есть. Карта? Карта у нас есть. То есть... Шрифт-м, чтобы открыть маркер менеджер, периодически используйте... Контрол-м, точнее. Да, маркер можно поставить без каких-либо проблем. А, мы типа вон ручки тянемся, видите? То есть тут уже по-другому как-то. Ну, нормально. А то я думал, я все кулаком долбить буду. Не знаю, почему меня так быстро... Мудохали, честно говоря. Ну, да ладно. Как говорится, что заслужил, то заслужил. Так, крафт. Каменный ножик. В первую очередь. И что на кирку не хватает? Кремень и волокно. Давайте долбить опять камень. Гипс. Кремень, волокно. Вообще, как бы нож, наверное, надо поставить на хот-бар. Чуть-чуть бревно, понятно. Вай-вай-вай. Я не помню, на каком месте я выключил микрофон. Надо будет, похоже, пересматривать. Пересматривать. Давайте все заново просто. О, а это уже подъемно достаточно. 30 повреждений. Ну, вот ножиком уже подъемненьку. Так. Как выглядит наш... Сундук. А, че, ничего не это, что ли, не остается на месте смерти, да? Тварь наглая. По-любому я мясо тер... Не, ну, знаете, с ножом намного проще. Так, давайте уберем его из рук. А то чувствую я, что он мне может еще и помешать в сборе волокна. Он может просто ветки начать рубить. Волокно-то возьми хоть одно, е-мое. Спасибо. Веточки, палочка. А почему у меня уровень не повышается или повышается? Не готовое мясо мы подобрали. Почему каменная кирка? Кремень? Так почему? У меня это же есть, был. Куда он делся-то? А это камень, что ли, был не кремень? Да вы гоните. У меня хп половина, а вы мне камень заставляете собирать. Что за педики? Ясно, дерево не добывается. Короче, хп мы тратим. Вот, добывание кулаком. А что это такое? Спаун? А, ну это капсулы, типа мы здесь зародились. Ну, точнее, проснулись. Не зародились. Зародиться это странно. Камень, камень, руки, камень. Давай кремень у тырек. А вон кремень, вижу уже. Ну сейчас-то пойдет, нет? Так, ну вот мы что-то развились. Что-то дельное у нас есть. Это что? Это как? Ну ладно. Так, насчет поломки. Мне вот интересно, она вообще ломается? Или пока поломка не введена еще? По-моему, я опять нашел бесконечный камень. Нет, я обознался. Так, и что у нас мы можем сделать еще? Бурдюк. Электронная пластина, силикон, бинт. А где самый банальный кэмфай? Ё-моё. Рейнджит пистолет, ну понятно. А что такое рефайнинг? Что-то не совсем помню. Это, видимо, последний крафт, что ли? Камень для шкур. Для добычи шкур с трупов. Хорошо. Для выживания. Бурдюк и бинт. Тут матерчатые перчатки. А, ну то есть, всего остального нам не надо, да? Деревянная база бревна, да хрена. Деревянный забор, деревянный стен, деревянные ворота. Бревно, палка, волокно и веточки. Да вы что-то долбанули? Что-то, короче, пойдемте просто по миру путешествовать. Смотреть, что это за плюхи такие огромные. Мне аж интересно, что с ними сделать можно. И да, у нас есть, вода у нас есть. Ты кто вообще? Ага, ну я так и знал, что из тебя волокна будет куча. Ну что, целых два, это уж, конечно, вообще круто. Не, ну в принципе, выживалочка такая. Не знаю насчет контенту, конечно, сколько в ней. Но выглядит, в принципе, неплохо. Я так могу сказать. Конечно, многое еще не введено сюда явно. Так, я сейчас отъеду опять. То есть, самое прискорбное, на месте моей смерти не падает никакой там сундук, либо еще... Ой. Это как так? А, рису... А-а-а. То есть я даже, если умираем, не пофиг. Вот этот поворот. Ну, это, я думаю, тоже до поры до времени реализовано. То есть потом это уберут. А нет, смотри, тоже волокно добывает. Тогда у меня есть подозрение, что вот эта вот кирка, она является и топором одновременно. Вообще, кстати, козлы чертовы. Я на них первый не нападал, он со мной не напал. Че, уровень седьмого. Нет. Не добывает. Молод, что ли, тогда, вы хотите сказать? А-а-а. Стон хамя кубы юсты и пунтул. Тринадцатый уровень, ну вообще зашибись. Давайте уж раз двадцатый мне захерачиться. Да иди ты в жопу. У меня один убил. В хлам просто. Кстати, ягодки какие-то. Распад. Девять минут. Прям арком запахло что-то как-то. Ну, у меня эти две ягоды явно не отхилят. Поэтому мне оно неинтересно. Так, ну в принципе, я понял, что это за 3% здоровья. Обалденно. Единственное, пока не совсем разобрался, как с ресурсами здесь быть. Так, а где мы еще можем заспавниться? Карту у нас, в принципе... То есть мы спавнимся, получается, в каком-то... Ну, можно сказать, лягушатник. Ну, правда, он на лягушатник не тянет. Но, допустим, если мы пойдем туда... Если мы успеем за смотр до туда даже добежать, то мы попадем в пустынный биом. Мне вот, честно говоря, это интересно посмотреть, что за пустынный биом. А это что такое? Буня Берри какой-то. Буня, ваш уровень 2. Глобал. И мне нравится надпись ПМС. Я, конечно, понимаю, что это приводит месседж. Но, блин, ПМС же. Строительство 1. Два деревянная хижина. А, вот оно как. То есть вот какие мы рецепты узнаем при разных уровнях, да? Давайте вот ближний бой мне интересно. Каменный топор. Вот. Вот это мне надо. А, у меня очков 10 штук. Ёпта нах. Вот я балда. Все, я понял, как здесь можно все изучать. Вот какая-то дубина, кстати говоря. А почему? А, вот так вот. Ладно. То есть сейчас, по идее, если я залезу вот сюда и выберу мили, то у меня будет уже деревянная палочка. Используется в качестве оружия. Может быть используем при разработке. Каменный топор. Вот это хорошая штука, которая мне нужна для добычи дерева. Но, еще раз повторюсь, локализация здесь, конечно, кошмарная. Но, что есть, то есть. Минвентарь у нас ограничен, я так понимаю, не весом, а именно количеством слотов, которые у нас есть. Но вот эта вот дубинка, честно говоря, которую нам предлагают, она очень похожа больше даже не на дубинку, а на факел. А вот эта вот уже похожа на что-то хорошее. Каменный цепь, деревянная цепочка, нож, топор, калибрит какой-то. Так, а что у нас еще-то есть деревянная палка? Бревно. Давайте сделаем, что нет-то. Посмотрим, что она из себя представляет. Честно говоря, она на Диаблу, походу. А, понятно. То есть тут иногда модельки не совпадают с тем, что на самом деле мы имеем. Ну, слушайте, так-то неплохо пока. Мне нравится, когда все с крафтами понятно. Это знаете, когда страна Диабла раньше была. Сейчас она, конечно, уже поменялась в лучшую сторону. Но когда она была... Ну, короче, раньше в ней крафт происходил как. Вы все на пол кидаете и из этого крафтите. И хрен знает, какие там рецепты и все остальное. То есть ничего не понятно. Тут хотя бы нам сразу же сказали, вот, собирайте вот это. Все окей, без браща. Так, ясно, это ножиком подрезать надо. Осталось еще узнать. А что ты выдохси-то? Давай пехом пойдем, жалко что ли. На животинку бы не наткнуться. Так, что у нас по карте? Карта прикольная сделана, мне нравится. Идти нам до пустыни еще дохерище. Мир, в принципе. Ну, так, средненький, я думаю, по... Размеру именно по наполненности. Да, тоже, наверное, примерно такой же. Да нет, я думаю, по наполнению он как раз таки вот, который должен быть. То есть не слишком много, но и немало наполнения здесь. Особенно если игроков будет действительно много играть, то я думаю, они все равно будут драться за ресурсы периодически. Так же хорошо, когда нормально все уже изучил. Сейчас мы где-то еще минуток пять поиграемся в одиночки и пойдем. Посмотрим, что же там можно сотворить в онлайн-игрушечке. Так, давайте вот это вот закрафтим себе. И тряпичные ботинки бы тоже. Написано создание. А где вот рука? Это рука. Броня 5,5. Ну, отлично. Уже хорошо. Единственное, говорю, модельки, конечно, оружие пока так себе. Надо еще подрихтовать. В особенности, чтобы они совпадали с тем, что изначально нарисовано. Потому что это абсолютно между собой не коррелирует никак. Так, давайте-ка. Вот это вот самое неудобное по сбору. Я все хочу до пустыни добежать. Ух ты. Ну, дождь, конечно, включается. Тухленько. Ну, да ладно. В Игельстон тоже такси. На нас он, допустим, не капает вообще. Температура, кстати, понизилась. Что я считаю абсолютно правильно. Ну, в общем-то, это как у нас? Выживалка в каком-то мире. В каком именно? А, черт его знает. Какой-то вымышленный мир. Вот и все. Что-то более по нему сказать я не могу. Это очень похоже на многие выживалки, которые сейчас выходят. Что типа какой-то враждебный другой мир. Да, я вообще просто секси. Как попкой-то виляет. А, вы посмотрите. Прям вообще знойный мужчина. Как будто его кто-то видит. Я манал. Так, субстанция, выживание. Я молодец. Выживание надо было вкачать. И тряпичная кепка, матерчатые штаны, ткани одежды, мешок из ткани. Ну, короче, вот это надо было тоже качать. Ай, ближний бой пошел на четвертый уровень. Не знаю, на какой хрен. Я все равно пока еще не могу ничего делать из четвертого уровня. Потому что там дофига всего надо. Всякие ресурсики непонятные для меня пока что. Давайте пока тюкать. Интересно, как вы думаете, в пустыне есть дождь или нет? Мне кажется, что если ребята вдохновлялись хоть немного Майнкрафтом, наверное, его там отключат. Че? А, я устал. Я уже думал, я замерз. Пускать ни хрена себе. Бегаешь под дождем, еще и замерз. Ну ты, педант. Охренеть, упертое дерево. Дерево ломается на полном рандоме, я так понимаю. Либо я просто выбрал хорошую точку для сбора. Вы истощены, да я в курсе. Но, блин, волокно же идет. Как я могу? Протяну с рот какой-то, не знаю, что это такое. А, пот. Точнее. Протяну с пот. А, ну, может, это семена, это и штуки, как вариант. Хард пот, вискландный эст, крит, семент. Нет, для чего другого. Да, хорошие деревца попалось. Люксовые, я бы даже сказал. Так, черти опять какие-то ползают. Ну, говорю, сейчас мы... Сейчас я добегу до пустыни и попробую подключиться к игре. Где уже много народу. Чтобы посмотреть вообще возможности строительства и что тут можно сотворить. Со мной-то я уже все понял, что можно сделать. О, вообще какой-то пчелобурик. Общая ходит, не хочу. Тут, видимо, вообще все агрессивные. Пипец, прям. Агрессия сплошная. Единственное, вот я не знаю, от сбора у меня уровень качается или нет. Если нет, то печаль. Если да, то хорошо. Ну, хотя два с половиной уровня уже, наверное, качается все-таки. А вот, собственно, ребятки, у нас и начало пустыни. Пока что биомов, я так понимаю, всего три. Но, честно говоря, я доволен увиденным. Не знаю насчет контента, опять же повторюсь. Вполне вероятно, что он здесь тухленький и его здесь мало. Но, тем не менее, вот у нас что до девятого уровня по рецептам здесь. По электронике до десятого уровня здесь. Но десятый это, видимо, к пределу по ближнему бою. По оценке, я вообще не знаю, что это такое, что за оценка такая. Снайперская, бластер, пистолет, ударный пистолет, ракетница, мини-взрывчатая установка. Нефтепереработка, есть участок сельского хозяйства, азотное удобрение, стальная пика, стекло, этилены какие-то, питание из геноманифицированных продуктов, видимо, какие-то овощи, адреналин, сильный адреналин, острый стейк, огненная ловушка, ловушка Тесла. Но это я последние самые читаю, естественно, штаны из кожи. Тут не видно, тут много всего слишком. Интересно, и чем же нас удивит пустынька? Ну, абсолютно другими деревьями это понятно. Меня вот интересует, там какая-то свинья бегает. Сейчас мы до нее добежим. Посмотрим. То есть, ну, я бы не сказал, что тут прям так много всего, но неплохо, неплохо в любом случае. Тут еще есть нож для разделки шкур. Так, а здесь что это? Это топором, да? О, и спальмоволокно. Понятно. То есть, тут еще и приспосабливаться, блин, надо будет. Короче, мне надо зарызать кого-нибудь, получить третий уровень, и тогда я хотя бы костер себе могу сделать. А в костре уже... Когти спайн, понятно. Хактусы и что-то там, шипы, что ли? Конечно, хорошо, что убивая, но я сдохну сейчас, ладно. Я думаю, давайте пока на этом... Ну-ка, карту еще раз я открою. Нет, это действительно край мира. То есть, видите, тут немножечко пустыни, много зелени и немножечко льда. Так как игра еще в ранние разработки, я думаю, она еще будет дорабатываться, естественно, и будут появляться какие-то дополнительные биомы. Но мы давайте-ка выйдем из игры. Ага, то есть тут еще нет, нормально. И поиграем онлайн с кем-нибудь. Желательно там, где побольше народу. Три человека из сорока, ноль из сорока. Пинк минус один, вообще прекрасен. Ну вот, шесть человек, 351. ПВЕ, сервак. К ПВП я все равно пока не готов. Да, одна из затратнейших моментов в этой игре, это просто не эпически долгая загрузка самой игры. У меня вот на моих параметрах ПК, если интересно, в описании под видео есть все характеристики. Ага, меня еще не пустили. Она грузится, наверное, минуты... Да хрен его знает. Минут, наверное, или полторы. Где-то так. И все это время ты смотришь на заставку. Ну, если сейчас уже второй сервак не заработает, то ладно, на этом уже будем заканчивать. В принципе, свой сервак тоже создать можно, локальный, чтобы друзья подцепились. Игра, насколько помню, не так уж дорого стоит. То есть, если вас зацепила она, посмотрите, может понравится. Так. Давайте, то же самое. Я не буду особо ничего не настраивать. Неохота, потому что возвращение ваших воспоминаний о фрагментах. Карта абсолютно такая же. На карте сейчас ночь. Во, смотрите, хорошо мы попали. Сразу же домик какой-то можно посмотреть. Да, пинг большой, там 350 примерно. Поэтому не удивляйтесь, все будет вот таким вот жутчайшим образом лагать. Но, тем не менее, вот это у нас именно железная база. Это прикольно. Сейчас попробуем мы на нее зайти. С жутчайшими лагами, конечно. О, смотрите-ка. То есть, тут даже на тап есть помощь. Нормальная причем такая помощь. А-а-а. То есть, еще и вот так вот. Понятно. Обидно. То есть, посмотреть мы не посмотрим. Весьма прискорбненько. Я бы хотел посмотреть, что это за дом. Ну, вон там вот я вижу силовых ворот, пока не прогрузились, либо нет. Давайте сейчас деру дадим до него. Судя по всему, хижины какие-то стоковые идут. То есть, я не знаю, видимо, пока рандомно ее строить нельзя. Вы чувствуете, вам больше не холодно. Отлично. Как быстро все проходит. Силовые ворота. И, кстати, вот видите, расширено. Правильно. Потому что при должной сноровке, я думаю, можно пропрыгнуть мимо этого захода. Нет, силовые ворота тоже. Да что ж вы все такие черти-то? У вас же ПВЕ сервак. Е-мое. Жопочники такие аж посмотреть не дают. Здесь уже каменные. Здесь как раз таки возможно, что не было бы силовых ворот. О, деревянные. А что я могу вам показать во сути? Пьяных тварей с копьем. Ну, короче, ребят, я чувствую, что я вам ничего не покажу сегодня. Да, тут целая деревня на самом-то деле. Потому что игра явно к этому не способствует. Она меня прям-таки хочет убивать. Ну и плюс ко всему, к сожалению, на этом сервере ночь. Но, тем не менее, как вы видите, какие-то более-менее постройки тут существуют. Многоуровневые даже. То есть на них, скорее всего, там ребята всякие фермы вот эти делают, про которые я вам читал. Как раз таки, когда вот сюда заходим и навыки смотрим. Наверное, здесь так же, как и в Расте, нельзя прокачать все до 10. Но я не буду уверять, что это действительно истинная в первой инстанции. Вполне вероятно, что и можно здесь все прокачать до последнего уровня. Но просто надо позатрахиваться очень долго. Кстати, смотри, что в дело второй уровень приходится вот отсюда прям... ввести вход. Ну, криво, ну да ладно. На ранний доступ, как всегда. Что-нибудь будет обязательно криво. Я сейчас аккуратно дойду и попробую даже запрыгнуть. Хотя, о чем мне толку от этой платформы? Ну, залезу я туда. Собственно, ничего там такого дельного-то и нет. Там просто такое тусило жуткое. Что ж, пипец. Ага, 19 дамага, короче. И учитывая, что меня откидывает, я тупо сдохну сейчас. Да я сдохну даже от того, что я... Ладно. Короче, невозможно здесь играть из-за такого большого пинга. А, вот мне обязательно заспавниться надо, да? Хорошо. Говорили. Заспавнился. Нет? Еще игра. Ну, это опять же в пинге, похоже, беда. Что он так подглючит странно. Ладно, ребят, собственно, вот такая вот игрулька. Не забывайте ставить лайки, подписываться, конечно же, комментировать. Писать, что вам понравилось, что вам не понравилось в этой игре. Ну, а на этом, собственно, смотр будем завершать. С вами был Age of Sin. Это была игра Fragmented. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.